Детский плач Дети – это самый радостный и лучезарный момент в работе, потому что они всегда активные, веселые, и ты получаешь такую энергию от них, от разговора с ними, а в особенности, когда твое лечение принесло пользу и пошло на благо ребенку. Когда родители рады и дети рады, это всегда очень заряжает такой энергией. Также спокойно бывает и на приеме у врача-аллерголога, к которому Евгения Шершнева с сыном приходит, пожалуй, чаще других, поскольку как только начинается лето, мальчику становится плохо, и Евгения сразу спешит за помощью к врачу. Для меня это как к психиатру сходило на прием, потому что я успокаиваюсь, когда пройду аллерголога. Аллерголог назначил, вот сейчас назначили нам новые препараты, потому что их постоянно надо менять, чтобы не было привыкания. Обязательно нам делают пробы тоже каждый год, без проб никуда. Сделали пробы, получили лечение и уже потом опять приходим. Аллерголог, у нас хороший аллерголог. Слова признательности от благодарных мамочек в детской городской поликлинике слышит каждый, от педиатра до медицинской сестры. Ведь тут работают люди с большим сердцем, которые спасут, исцелят и вселят надежду. На сегодняшний день в их заботливых руках находится здоровье 40 тысяч маленьких пациентов, прийти на помощь которым специалисты учреждения готовы в любую минуту. Можно с уверенностью сказать, что сегодняшнее поколение детских врачей – продолжатели славных традиций, заложенных корифеями педиатрии. В нашем коллективе работают врачи, как заслуженные врачи Карачаева Черкесской Республики, врачи высшей первой квалификационной категории, отличники здравоохранения Российской Федерации. У нас есть ветераны наши, это как дерево Эмма Эдрисона, например. То есть это врач, который отдал детству более 40 лет, медицине и детству. То есть все эти люди у нас высокоуважаемые. Коллектив у нас очень здоровый, то есть прекрасно знает свои цели, и стремятся к достижению всех наших целей. А вообще тут говорят, что в педиатрии нет случайных людей. Сюда приходят только те, кто любит детей и прекрасно понимает, что в его руках здоровье, а значит и благополучие дальнейшей жизни маленького пациента. И свой долг они выполняют с честью. У меня был неблагоприятный опыт в семье. Сестра у меня болела, и мне хотелось стать врачом, чтобы победить все болезни. Я, конечно, понимаю сейчас уже, что я это не в моих силах, скажем так. Но когда я была маленькая, видела ее страдания, мне хотелось ей так помочь. Я думаю, ну все, я вырасту, буду врачом, я вылечу свою сестру. Ну это стало как бы стимулом. Сегодня на вооружении специалистов детской городской поликлиники не только собственные методики, но и современное оборудование, которое в учреждении постоянно обновляется. С его помощью медики могут своевременно диагностировать то или иное заболевание. Но тем не менее, никакой современный прибор не заменит чуткого и внимательного отношения к пациентам. Добрый день. Как ваше самочувствие? Все хорошо, спасибо. Вы лекарство принимаете, которое доктор вам назначил? Да, обязательно. Давление регулируете? Да. Утром, вечером. Да, и бывает, что и в обед. Есть такое призвание – помогать людям. И Светлана Безусова, медсестра с 30-летним стажем, свою профессию считает именно призванием. Еще студенткой она проходила практику в терапевтическом отделении. Затем 13 лет отработала там старшей медсестрой. После этого 7 лет трудилась в кардио-ревматологическом отделении. А с 2017 года она в онкокабинете. Каждый день к нам приходят люди с какими-то своими тревогами, заботами, даже болью. Но раз идешь по улице, наш город небольшой, люди встречаются, здороваются. Но все равно это уже видно. Результат своей работы. Бытует мнение, что далеко не каждому человеку по силам быть медицинским работником. Это действительно тяжело – погружаться каждый день в проблемы людей. Да еще если учесть, что работа медицинской сестры – это прежде всего постоянное обучение. Но для Светланы Владимировны работа в онкокабинете особенно интересна и ответственна. Тяжелое в работе онколога – это участие в судьбах людей, которые больны неизлечимыми заболеваниями. Ситуации бывают разные, ситуации трогают за душу. Очень хочется помогать всем, но у каждого свой путь, который он должен пройти. И это дает очень большое удовлетворение в жизни, когда ты можешь хоть чем-то помочь человеку, облегчить его страдания, продлить как-то его жизнь. Работа медсестры – это в первую очередь отсутствие выходных. Ведь недуги не привыкли договариваться с людьми. Как призналась Светлана, с просьбой дать совет и поставить на ноги к ней постоянно обращаются родственники, друзья и просто знакомые. А пройти мимо человека, попавшего в беду, ей не позволит доброе, отзывчивое сердце. Это очень сложно. С нами, со всякими характерами, с разными характерами, очень трудно и медсестрам, и врачам. Лидия Аджиева – с одной стороны пациентка онкокабинета, с другой – мама врача. Поэтому ситуацию видит сразу с двух сторон. Ее дочь трудится в ковид-госпитале и часто делится с родственниками своими эмоциями. Говорила однажды, что одна женщина, я говорю, просто у меня душа болит, сердце плачет, потому что эта женщина от ковида вся отекшая. Мы не знаем, я не представляю, я так хочу ее спасти. Неспроста медицинских сестер называют ангелами в белых халатах. Ведь кто еще, забыв про собственные нужды, страхи и потребности, будет стоять на страже вашего здоровья. Ведь медики – последняя линия обороны от недугов, с которыми другие бороться, бессильны. Именно поэтому для них учредили профессиональный праздник, который отмечается ежегодно в третье воскресенье июня. Эти слова наверняка слышал каждый медицинский работник. Одни – за спасенную жизнь, другие – за поставленный укол, а третьи – за простое внимание, которое люди в белых халатах дарят своим пациентам ежедневно. Но сегодня они не на боевом посту, а в городском дворце культуры Черкеска, куда их пригласили, чтобы еще раз сказать спасибо за то, что помогают сохранить самое дорогое – здоровье жителей нашей республики. Врач должен быть, помимо того, что сострадателен прежде всего, он должен еще и видеть плоды своего труда. Это уже несколько эгоистично, конечно, но когда у тебя есть возможность помочь человеку, и эта помощь заканчивается положительно, когда приходит успех, это ни с чем не сравнимое чувство. В этот день Ирина Агова, как и десятки ее коллег, стала заслуженным врачом Карачао-Черкесской республики. Награда медицинским работникам от имени главы республики Рашидат Семрезова вручил председатель правительства Мурат Аргунов. Я сам родился и вырос в семье медика, и я лично знаю, какой неимоверный труд лежит на ваших плечах, который требует не только медицинского образования, но и большой выдержки и самодачи. Врач – это призвание. И все мы прекрасно помним, как в 2020-2021 год вы стояли на передовой, не жалея своего здоровья, и неделями были разлучены со своими близкими. Эти слова, как никому другому, можно адресовать Майе Шереметовой, которая всего пару дней назад завершила работу в красной зоне, где трудилась все два года пандемии. На первые дни пандемии были сложности в плане лечения, когда, в общем-то, таких отработанных схем лечения не было. Уже впоследствии, конечно, уже когда были наработки, когда были клинические рекомендации, все было гораздо проще. Но тем не менее, все равно мы выглядели достойно, помогли. К сожалению, конечно, были и потери, но максимально, буквально мы боролись за каждого пациента. Список тех, кто награжден сегодня, расписан на несколько страниц. В нем и врачи, и медсестры, и фельдшеры с водителями. Их золотые руки одинаково достойны уважения. Я с детства мечтала быть медсестрой. В школе ходила всегда с санитарной сумочкой, оказывала первую помощь. Родителям всегда говорилось, что я только буду медсестрой. И я считаю, что я приношу свой труд на благо людей. Мне очень нравится моя профессия. Раньше я помогала детям, у нас были дети раньше в отделении. Мне нравилось лечить детей, оказывать им первую помощь. Ну, это моя мечта. Она сбылась. Я думаю, я еще много лет должна проработать в своей работе, именно в своей травматологии. На сегодняшний день в Карачаево-Черкесии работают около 7 тысяч медицинских работников, которые трудятся в 41 медучреждении. Большая часть из них – современные здания, оснащенные высокотехнологичным оборудованием для лечения различных заболеваний, в том числе и тяжелых патологий. И в преддверии Дня медицинского работника в республике открыли еще одно значимое учреждение – кардиологический диспансер. Его появление в республике ждали давно. О создании говорили еще в начале 90-х. Но сначала этому помешала перестройка, потом пандемия. Но вот, наконец, диспансер открывает свои двери. Так компактно, удобно для жителей республики. Это расположено как раз там, где это будет удобно для всех – и для жителей, и для врачей. Мы рационально используем кадровый потенциал и имеющиеся диагностические возможности республиканской больницы. Поэтому я думаю, что это замечательное событие, которое даст плоды в рамках как раз улучшения качества жизни больных среди сосудистыми заболеваниями, увеличения продолжительности жизни. Поэтому это очень значимое событие для республики. Белла Ардуханова ждет в коридоре, пока ее муж проходит обследование. Несколько лет назад его экстренно привезли в сосудистый центр, где сделали шунтирование. Все прошло хорошо, и теперь Ардухановы периодически проходят в кардиодиспансере на плановый осмотр. Мы на месте вот здесь года три тому назад, в мае, сделали операцию шунтирования на сердце. Нам, в принципе, очень даже понравилось, не уезжая далеко, за пределы Карачаева-Черкесии. Отличное качество. В принципе, все нормально нам сделали. Мы очень довольны. Таких сложных операций в региональном сосудистом центре делают сотни. И каждому пациенту после хирургического вмешательства требуется реабилитация и дополнительное наблюдение. Именно это они смогут получить в новом кардиодиспансере. Для этих целей он и создан. Функции диспансера заключаются в том, чтобы этих больных выявлять, составлять по ним группы определенные, наблюдать их, коррегировать их лечение, их диагностику своевременную. И в результате, за счет своевременного получения определенной медицинской помощи разных видов, целью основной этого наблюдения будет являться снижение смертности от болезни системы кровообращения. Постепенно диспансер будет внедрять в клиническую практику самые современные методы обследования. Но уже сейчас на его базе можно пройти УЗИ сердца и сосудов, мониторирование ЭКГ и артериального давления, программацию и коррекцию имплантированных электрокардиостимуляторов, что станет большим подспорьем как для регионального сосудистого центра, так и для районных медучреждений. Сейчас практически все пациенты, которые будут поступать в центр, они будут направляться именно докторами кардиодиспансера. Они уже будут отлично обследованы. Если это будут пациенты на операцию, то они будут подготовлены и морально, в принципе, подготовлены на эту операцию. И, соответственно, когда будут выполнены операции, какое-то высокотехнологичное вмешательство, дальше эти пациенты уже будут курироваться. И врачами районов, и в связке, конечно, с врачами кардиодиспансеров. Это как бы надстройка получается над тем фундаментом районных больниц, поликлиник, именно по кардиологической службе. Кроме того, на базе диспансера будет создан Центр управления сердечно-сосудистыми рисками. Он координирует оказание медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, тем, чье сердце работает не лучшим образом. Слова поздравлений у всех медицинских работников нашей республики еще впереди. Но простое человеческое спасибо можно сказать без привязки к дате. Но, как говорят медики, самый большой подарок, который могут сделать их пациенты, это не болеть. Поздравляю моих коллег, всех без исключения с нашим профессиональным праздником. Я хочу вам всем пожелать здоровья, здоровья вашим семьям, здоровья всем, кого вы любите. Хочу пожелать, чтобы ваша работа доставляла вам удовольствие, вы получали удовольствие от того, что вы можете оказать ту помощь, которую от вас ждут жители нашей республики. И также я хотел бы в этот день, раз меня будут слушать не только мои коллеги, пожелать здоровья всем жителям республики. В каждой семье, наверное, у нас в республике есть человек, который имеет отношение к здравоохранению. Поэтому я от вас всех, я хочу своих коллег поздравить, сказать им большое спасибо за каждодневный ваш труд. Мы вами гордимся. И я еще раз хочу сказать, что самое ценное у человека, что есть здоровье, а вы стоите на его страже. Спасибо вам большое.